Ночь Судо, когда луна тихо зайдёт и закрышь Это круный волшебный свет На любой вопрос нам станет спеть Лишь в сказке Хочешь, не хочешь, днём или ночью Чудо придёт Знаешь, не знаешь, не угадаешь Где нас найдёт Веришь, не веришь, в сказку поверишь Раз, поверь Днём или ночью Чудо придёт Здравствуйте, дорогие телезрители и гости нашей студии Сегодня, как и каждый понедельник На канале ОРТ Программа «Звёзды час» А в нашей студии Балет Аллы Духовой «Тодес» Если вы подвижны Если вы молоды и красивы Ваше место здесь, на нашей сцене Если вы хотите дискуссовать так же, как «Тодес» Звоните нам в программу И вы будете так танцевать Обязательно будете Ну а мы переходим к нашей игре На площадке шесть пар участников Прошу вас, на площадку Рустам Хафизов Посёлок Межозёрный Я вижу, что у Рустама на его трибуне стоит баян Но кроме баяна, у него ещё есть и мама Филюза Наримановна Ей аплодисменты тоже полагаются Ольга Бегунова, город Калуга С мамой Татьяной Дмитриевной Лена Мелькова, Краснодар С Леной приехала мама Татьяна Васильевна Валерия Середа, город Каренов С мамой Светланы Григорьевной Из города Суздале Лена Захарушкина С мамой Ирины Александровны И, наконец, Миша Кропанёв Город Калуга С папой Сергеем Степановичем Очень рады видеть вас На нашей площадке И давайте сейчас посмотрим Кто из вас действительно Хочет начать игру С небольшим преимуществом В качестве звезды И за это Согласен тут, понимаешь Выкаблучиваться, выкабениваться Петь, танцевать Итак, Рустам, тебе первое слово Пожалуйста Я приехала из Межозёрного Межозёрный посёлок Шахтёрский Является столицей добычи медной руды на Урале Само название посёлка говорит о том Что он находится между тремя озёрами Чебачье, Гнилое, Карагайское Посёлок городского типа Так как основан в 1956 году На память о нашем крае Я подарю вам этот медный колчедан Который добывает у нас Межозёрный Это ж огромных денег стоит, наверное Также я подарю вам Баян Музыку Доги Подари мне Баян, Рустамыч Музыку Доги Вальс из кинофильма Мой ласковый, нежный зверь Музыка Евгения Доги Звучит у нас в программе Первый раз в жизни Желающие могут Желающие могут потанцевать, если хотите Так и хочется зажечь костёр здесь Положить брёвнышки, шашлычок Танцевать может, кстати Оля Бегунова может потанцевать С Валерой Середой Из города Кореновска Я вас не держу А Миша, грустный Миша Крапанёв Из города Калуги С Леной Захарушкиной Вот так Вот так наша передача превращается В передачу «Играй, гармонь, любимая» Аплодисменты Рустаму Спасибо тебе огромное Скажи, пожалуйста Вставай на место Скажи, пожалуйста Ты в музыкальном училище учишься? Я в музыкальной школе В музыкальной школе Кончил Кончил уже? Да По классу баяна? Да Ну, ты знаешь, я тебе завидую Спасибо тебе Оля Бегунова, город Калуга Я приехала искать Лишний раз похлопать Никогда не мешает, Олечка Я приехала из Калуги И думаю, что ни для кого Ни для кого не секрет Что наш город называют Колыбелью космонавтики В нашем городе Жил и работал Великий русский ученый Константин Эдуардович Цолковский В нашем городе Был открыт первый в мире Музей космонавтики На память о нашем городе Я хочу вам подарить Набор значков Также я хотела вам еще подарить Набор лаптей Нет Понятно Лапти у нас в одном экземпляре Лапти, которые сплели наши калужские умельцы Не ты сама? Нет, я еще не умею Ты не умелец калужский еще Ты калужская неумеха Так И еще набор варенья Я вижу, я тебе помогу Ты не подглядывай в свою записочку Варенье, собранное своими руками Да, собранное своими руками И своими же руками сваренное И засоленное своими руками Да Засахаренное, то есть Спасибо тебе, Оля С волнением смотрю на Лену Мелькову Из Краснодара Потому что у нее Ничего перед ней на столе нет Значит, это будет или песня Или анекдот Или танец Я бы хотела спеть для вас Куплет и припев песни Татьяна Всенка Солнце мое, можно? Да, это обязательно нужно сделать И спасибо тебе, что ты заранее ограничила Своё произведение Куплетом и припевом За это мы тебе особенно благодарны Солнце катится по небу Словно метеор И спеша успеть к обеду Замечать не хочет Как на маленькой опушке Лесто синенький цветочек Смотрит в небо Ждёт всё время ласки его Солнце мое Мелькает среди тучек Кто пропадёт Кто вновь подарит лучик Тепло цветочку Не достаёт Ждать не могу Завяну через сухи Солнце мое Не обижай малютку Где тебя носит Солнце мое Где тебя носит Солнце мое Аплодисменты Спасибо, Селена Особенно мне понравились слова Тепло цветочку не достаёт Валерия Середа Город Кореновск Пожалуйста Прошу любить и жаловать И Подарок, который я вам привёз Я изготовил на Уроке труда Под руководством Нашего учителя Ефтушенко Владимира Спиридоновича Было бы смешно Представляешь Подарок, который я вам привёз Я изготовил на уроке математики Под партой Ну, я мог бы и дома его изготовить Что это такое? В чём суть? Эта ваза Изготовлена из редкой японской древесной породы Сафоры японской А где ты взял это дерево? А у нас всё-таки Местами прорастает это дерево Да ты что? Ну, в других городах я такого не видел, конечно Пробивается Из самой Японии Прям через землю Так А как же вы думали? Вот Эта древесная порода идёт на мелкие поделки Примером которой является эта ваза Причём ярким примером Да Ярким примером поделки Да Так А ещё я вам привёз изучённого молока Которое изготовлено О-о-о-о, как я люблю это всё Я хотел бы ещё передать привет Я знаю, что за меня будет болеть Весь коллектив учителей нашей школы Мои одноклассники И также классный руководитель Я им хотел бы передать привет 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 Молодец А ещё я хотел бы передать А ещё кому-то, да Брату, который служит по гранвойсках Дагестана Города Каспийска Брат, если ты меня видишь Привет Мы тебя все очень ждём Поскорее Возвращайся скорее Спасибо, Валера Лена Захарушкина, Суздаль Золотое кольцо России Я леплю из глины А когда мне пришло приглашение на звёздный час Я закончила вот этого зверя В этот самый момент Ну Последняя моя работа И, очевидно, этот зверь теперь наш Да Я решила вам его подарить Спасибо Как называется этот зверь? Это динозавр Прошёл по двору динозавр Она его запомнила и набросала В глине А это герб Суздаля Откуда я приехала Тоже в глине Тоже Я его сама сделала Вот тот человек уже обладел профессией Ей всего 14 лет Сколько тебе лет, да, 14? 12 12? О! 12 лет, а уже обладел профессией Лепет из глины Гербы и динозавров Миша Храпанёв Город Калуга Из самой колыбели Поднялся Миша Из колыбели космонавтики И привёз мне что-то такое, тоже, очевидно, относящееся к этой теме Я приехала из Калуги Но родился я в дальневосточном городе Южно-Курильск Я привёз оттуда открытки И Несколько книжек о нашем крае О вашем крае, там где ты родился? Да О Дальнем Востоке? Да Ещё я хочу вам подарить медвежий клык Настоящий медвежий клык? Да Это трофей моего папы Это я теперь буду как Маугли Огненный цветок мне теперь нужно найти ещё Аплодисменты, спасибо Миша огромное А твой папа охотник, да? Ну иногда охотится Я правда даже не знаю, кого выделить Но мне кажется, что Вы будете со мной согласны, если я всё-таки звезду отдам Рустаму Хафизову Потому что Столько учиться играть на баяне И за это ничего не получить Это просто было бы несправедливо Мне очень нравится ваше варенье Лапси, сгущенка, все ваши вазы Но звезда всего одна Не обижайтесь на меня, пожалуйста Рустам, к тому же ещё привёз мне полкило меди Я Я из неё что-нибудь сделаю Я из неё сделаю самовар Ну что ж, начнём нашу игру Аплодисменты всем участникам И внимание на экран Авиация Строп, фюзеляж, шасси, кобра, орли, геликоптер, планёр и гондола Во, какие разные слова Но все они имеют так или иначе отношения к авиации Вопрос Перед вами находится название фигуры высшего пилотажа Найдите, пожалуйста, здесь фигуру высшего пилотажа Пожалуйста, таблички Итак, фигуры высшего пилотажа находятся здесь И какое-то непонятное единодушие Выражают все наши участники Все поднимают табличку номер один И только одна участница Ну, подскажу, которая по глине работает Из Суздали Да-да, это Лена Захаруштин Совершенно права Номер четыре Кобра Называется фигура высшего пилотажа Это кобра И Лена имеет полное право сделать фигуру Конечно, не такую сложную, как кобра Но всё-таки фигуру Шаг вперёд И она впереди всех Следующий вопрос, пожалуйста Как называется взлётно-посадочное устройство самолёта? С его помощью самолёт обычно садится и взлетает Без него очень трудно, практически невозможно особенно взлететь Взлётно-посадочное устройство самолёта называется Шасси, конечно, номер три И все, кроме Оли и Валера, даёт правильный ответ Без шасси нам ни сесть, ни взлететь Лестница, по которой пассажиры поднимаются на борт самолёта Идут сумочками Там билетики проверяют Посадочные талоны смотрят Как называется такое устройство? Ну-ка Такое устройство называется у нас Оно у нас ведь называется Трап А здесь-то его нет Табличка ноль, конечно Миша, Валера, Оля и Лена Вперёд И вот я вижу, что Миша сравнялся с нашей Леной Захарушкой Из города Сурзболи Все знают, что такое вертолёт А иногда вертолёт называют по-другому Мало того, его называют так в Америке В Англии, вообще во всех англоязычных странах Он называется именно так Пожалуйста, таблички Как называется вертолёт по-другому Перед вами он есть И абсолютно правильный ответ Но опять не у всех Конечно же, это геликоптер номер 6 Оооо, вот сейчас аплодисменты Миши и Лене Они ведь вышли во второй тур И я вижу, рад этому обстоятельству Ну посмотрим, что ещё прям привёт к вам во втором туре Внимание на экран Как вы думаете, как называется корпус летательного аппарата? Есть крылья, хвост, кабина, шасси А ещё что есть? Ну-ка, таблички самые-то главные На чём всё держится-то? Ну, конечно, в этот раз все абсолютно правы Это фюзеляж Фюзеляж и Валера, Лена и Оля Тоже выходят во второй тур К сожалению, Рустаму не помогла моя звезда Не помогло его мастерство баяниста К сожалению, он покидает нашу игру Под ваши аплодисменты И с кучей сувениров в руках Пожалуйста, Вита Рустам Это тебе Иди сюда, иди сюда, иди сюда к нам, конечно Попрощаемся с тобой Спасибо тебе за игру Не отчаивайся, не виновай Это забирай себе этот подарок для сувениров На память обучения нашей игры И фотографию на память Последние твои секунды На площадке Звёздного часа А мы давайте с вами, дорогие телезрители Перейдём ко второму туру нашей игры В эфире Звёздный час Ну что ж, продолжим нашу игру Мы потеряли с вами замечательно нашего баяниста Его звали Рустам Хафизов К сожалению, он взял свой баян И уехал себе домой В посёлок Межозёрный Но осталось у нас 5 человек И с ними мы продолжим нашу игру Внимание, кубики в студию Пожалуйста, записывайте буквы Они помогут вам выйти в третий тур Если вы с ними правильно и грамотно распорядитесь Внимание И, П, Е, А, И, З, Т, К, И Что я вижу? Мягкий знак Вот это да Время и стекло И давайте обратимся к нашим зрителям Которые, я вижу, уже готовы нам выдать слово А какое слово из семи букв? Пакет Пакет Молодец, аплодисменты У тебя есть? Питак Пятак пишется, не питак Итак, пожалуйста, твоё слово Пикет Пикет, 5 букв Аплодисменты Прошу вас сюда, мои красавицы Вот они идут одинакового размера И одинакового интеллекта Потому что оба они составили слова из 5 букв Как тебя зовут? Лена Тебя? Дашу Хочешь приз, Дашу? Хочу А ты? Да Видите, они обе хотят приз, а у меня он всего один К сожалению Пожалуйста, приз мне сюда Спасибо тебе огромное В этом рюкзаке лежит приз, который может остаться одной из вас Если вы догадаетесь, что там конкретно лежит Магнитола Магнитола С магнитом, которое Сейчас посмотрим Я сам не знаю, между прочим Похоже, что магнитола О! Действительно, это маленький магнитофончик Ну, а это давай мы отдадим Даше Чтобы ей не было обидно Это тебе, Дашечка Спасибо вам огромное Лена и Даша Разошлись По-мирному Даша унесла с собой наш фирменный рюкзак А Лена Магнитофон Неизвестно еще, что дороже В смысле памяти Магнитофонов он в магазинах полно продается А вот такой рюкзак купить нигде невозможно Ну что, друзья мои А как у вас дела? Как дела у наших родителей? Есть ли там длинные слова у кого-нибудь? Итак, какие у вас слова? Пипетка Семь букв Замечательно Вместо рюкзак купе звезду взяли Хорошо? Накипь Накипь Шесть букв Маловато Пипетка Пипетка снова Все из аптеки, что ли, вы пришли только? Я из лаборатории Пипетка А, вы из лаборатории пипетку взяли А они из аптеки, да Понятно Хорошо Визитка Визитка Тоже семь букв Итак, все составили слова из семи букв Кроме, к сожалению Кроме мамы нашей Леночки Ну, теперь самое интересное У вас То есть все получают звезды, кроме тебя, да? Давай Питание Питание Семь букв Хорошо Питание тоже Семь букв Питание Пипетка Пипетка Популярное очень слово сегодня Семь букв Пипетка Пипетка, замечательно Визитка И визитка Ну что ж, у всех слова из семи букв Пожалуйста, аплодисменты Аплодисменты Ну, а хочется отметить особо, что Тебе, дорогой Миша, повезло Потому что Твой папа Составил тоже слово Визитка И вы получаете на вашу команду Еще одну звезду Кто же пойдет открывать наши ящики Кто-то должен это сделать Ага И с удовольствием я объявляю о том Что и Миша, и Лена Имеют одинаковое количество звезд И открывают по одному ящику Итак, Миша и Лена Пожалуйста, к нашим ящикам Давай дадим девушке право Открыть первое, да, ящик Так? Так мы сделаем? Да Благородный, благородный Дальневосточный юноша Миша Лена, пожалуйста, какой ящик ты открываешь? Мам Какой ящик? Сразу к маме Сама соображай Мама там сидит Она уже свое отписала Он себя волнует Смотри Какой ящик? Откуда мама знает? Вот ребенок Идеальная дочь Во всем Советуй ты с мамой Во всем Давай Ну? Ну, конечно, да Самый большой там обычно больше всего и лежит Правда, не всегда Не всегда А может, сегодня там лежит Я не знаю Открывай Ух ты! В зеленом ящике Огромный Огромный крокодил Какой-то Змей Горыныч Вот это да! Ну что ж Хороший выбор Хороший выбор Три головы у Змей Горыныча Ты говоришь Одна голова хорошо, а три лучше Ну? А я желтый А ты желтый Правильно, открывай Маленький желтый ящик А в нем А в нем долгожданные аплодисменты! Аплодисменты получает Уроженец Дальнего Востока Ныне житель города Калуги Миша Крапанев И занимает свое место На нашей площадке Друзья мои Настал очень неприятный для меня момент Посмотрим на количество звезд Которые вы успели заработать За два тура нашей игры Миша Крапанев Шесть звезд Лена Захарушкина Шесть звезд Валера Середа Пять звезд А вот тут уже грустно Лена Мелькова Три звезды И правильно, аплодисменты Ваши не случайные И Оля, наша Оленька Бегунова Из города Калуги Четыре звезды К сожалению И Оля, и Лена Вынуждены покинуть нашу площадку И у нас остается всего один калужанин Миша Аплодисменты И подарки нашим девочкам Это вам на память Об участии в нашей игре Сладости И всякие там игрушечки Картиночки Вам спасибо, ребята А вот с вами Давайте сфотографируемся на память Пусть фотография греет вас По дороге домой Аплодисменты Ну что ж, а мы с вами переходим к третьему туру нашей игры Уже втроем в эфире Звездный час Я поздравляю вас с выходом в третий тур Валера, Лена и Миша Будут продолжать борьбу за кубок победителя И за всякие остальные радости Внимание на экран Перед вами математические примеры 27 разделить на 9 10 минус 7 И 4 минус 1 В ответе одно и то же число Кто первый догадается, так оно или нет Тот и победит И вот Миша вдруг решил, что 10 минус 7 Отнюдь не 3, а сколько-то еще Хотя на самом деле И там, и там, и там Ответ 3 Табличка 0 Молодцы! Валера и Лена вперед на одной деревне площадки Внимание на экран Озера Женевское озеро Сюрихское озеро И озеро Болотон Вопрос Из географии Мне известно Что все эти озера Находятся в Швейцарии В маленькой, но очень уютной стране И вот мы аплодируем нашему Мише Он взялся за ум Ха-ха-ха Он взялся за ум Потому что озеро Болотон Находится в Венгрии Алию Швейцарии Табличка 3 Молодец, Миша! Мало того, ты был первым, кто поднял табличку И значит, тебе полагается еще одна звезда Не забывай о ней Она у тебя в активе Внимание, римские цифры Первая Х Вторая М И третья буква С Такие римские цифры есть, правильно Они просто очень большие Вы к ним никогда не подходили Вот я думаю, что они в порядке возрастания Расположены То есть, Х это Самая маленькая М побольше А С Самая большая римская цифра Здесь представленных Поменять местами Рядом находящиеся цифры Вот и все, что нужно сделать Ага Один-два решил Валера Один-два решил Миша А Лена К сожалению Захарушкина Подняла совершенно правильные таблички Правильные таблички Подняла Лена И она выходит в финал Объясню, дело в том Это вам пригодится, может быть, в жизни Что буква С Буква С Это 100 А буква М Это 1000 Поэтому Надо было поменять местами С на М И это сделала Лена И вышел в финал Молодец Но уже следующий вопрос готов Кот Леопольд Чебурашка и Гена И кот Матроскин Все это Герои Произведений Мультфильмов Но рисованных мультфильмов Так или нет? Вспомните, пожалуйста И вот все тут Валера На Валеру У него в руке дрожит Табличка номер 2 Это правильная табличка Естественно Тебурашка и Гена Это кукольный мультфильм Миша Что же ты, милый мой друг? Аплодисменты Валере Рисованный мультфильм И кукольный Это разные вещи К сожалению Миша Крапанев Покидает нашу площадку Под ваши аплодисменты И давай Копируемся на память О твоей К сожалению О твоем проигрыше Но о том, что ты участвовал В нашей программе И с этим спорить трудно Аплодисменты Спасибо тебе, Миша Спасибо тебе, Вита А вам, дорогие друзья Остается только Поудобнее усесться У наших телевизоров Вернее, у ваших телевизоров С нашей программой на них И смотреть, чем закончится Программа «Звездный час» Финал Итак, поздравляю вас, дорогие друзья С выходом в финал Не просто вам это удалось Валера очень нервничал Для меня странно, что совершенно не нервничала Лена Абсолютно Она была спокойна, как удав Слово на финал Аккордеон У нас с вами был в начале программа «Баян» Вот аккордеон — это то же самое Только с клавишами А на «Баяне» кнопочки Время истекло Все, время истекло И, пожалуйста, начинает у нас Лена У нее одна звезда И вообще она кажется мне спокойнее и увереннее в себе Поехали Акр Акр Ар Ар Ор Ор Аккорд Аккорд Рок Рок Рода Род Рак Рак Кода Код Кадр Маму зову О! Аплодисменты! Поддержим Валеру и его маму Мама занимает свое место, где ей положено маме подле сына И несет ему слова, которые, вероятно, не всего помогут ему в этой сложной ситуации Пожалуйста, какое у вас слово? Док был Кто? Док Док? Не, не было дока Одр Ода Молодец Норд Маму Маму, пожалуйста Звезду взять или вас? Зачем она останется, действительно, говорит мама И мы забираем у Лены звезду Корка 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 Подходит, действительно, смотрите, корка, да А теперь маму А теперь маму, пожалуйста Аплодисменты Лениной команде Ее мама сейчас, я уверен, уверен, просто поможет своей дочери Аккорд Аккорд Это первое слово Дракон Дракон подходит Орда Орда, золотая Орден Орден на груди Раз Кадет Два Три Кодор Кодор, это что такое? Кодор, это такой коньяк есть Арк Арк тоже нету Арка есть Четыре Все, пять Аплодисменты Леночке Она обнимает свою маму, целует Действительно, она ей во многом обязана своей победой Замечательно Но вы пока не уходите Мы с вами разберемся попозже А вам, дорогие друзья Тут было и кедр Тут было все, что ухочется Река была Река была, да Но задним умом, знаешь, всякий силен Аплодисменты на память и участие в игре конфеты Магнитофон И наш фирменный рюкзак И ваши аплодисменты и улыбки Спасибо, а мы переходим к церемонии награждения В эфире Звездный час Вот Лена Захарушкина скромно подходит к своему месту А на самом деле аплодисменты, конечно, должны быть другие Конечно же И выражение лица у Лены должно быть другое Потому что она победила в нашей программе Она должна улыбаться, радоваться И немножко волноваться Потому что сейчас ей предстоит сказать самые, может быть, важные слова В своей жизни Она впервые Это может сделать с экрана общественного российского телевидения Я думаю, первый и последний раз Ну, твой Звездный час настал Давай Я передаю привет своей сестренке Анечке, Оле и Жене Я их всех очень люблю И еще хочу сказать спасибо моей маме Что она мне так хорошо помогла Привет всем Суздальцам Все, кто не был в Суздале, приезжайте Приезжайте и смотрите, где здесь живет Лена Захарушкина Я уверен, каждый в Суздале теперь будет знать ее в лицо И вы будете знавать на улицах Поздравлять Дарите всякие подарки Ну и мы тоже не останемся в долгу Ну, во-первых, начнем с самого большого Вот перед тобой музыкальный центр Леночка, посмотри, Леночка, вот он Вот он, посмотри, деточка моя Вот видишь, музыкальный центр огромный Это теперь твой Да, понимаешь? И это не игрушки, это чистая правда Но это еще не все Сейчас на этой площадке появится человек Который тебе подарит грамоту, диплом, кубок И, конечно, свою песню Алексей Степин, встречайте Алексей Степин, в руках у него золото, кубка Пожалуйста, несколько слов на нашу победительность, Сережа Леночка, звездный час наступил Я желаю тебе в дальнейшей жизни как можно больше побед Спасибо, вот так вот Ну, а тебе, Леша, мы дарим микрофон Чтобы ты подарил нам всем песню А я прощаюсь с вами ровно неделю до понедельника Это была программа «Звездный час» Я ее ведущий Сергей Супоев Пока Гули, 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 гули Не лежайте надо мной, гули, гули Над больной головой словно пули Две Марусеньки мои, две лапули На свидание не пришли, обманули Две Марусеньки мои, две лапули На свидание не пришли, обманули Вместо девок шли стеной и к папули И меня они, ой-ёй, звезданули Так не летайте надо мной, гули, гули Над больной головой словно пули Так не летайте надо мной, гули, гули Над больной головой словно пули Я хороший, я пригожий и не плющий Даже это правда, это правда Вся деревня скажет Я женился на убеях и родню уважу Это правда, это правда Вся деревня скажет Это правда, это правда Вся деревня скажет. Да не лезьте вы ко мне отрали-вали. Я Марусь, ко мне вдвойне по печали. Я же вовсе не хотел трали-вали. Я что гуем песни пел о морали. Я же вовсе не хотел трали-вали. Я что гуем песни пел о морали. За что же мне пупка обломали? Я что перечислил, как ненормален. Да не лезьте вы ко мне, гали-вали. Я Марусь, ко мне вдвойне по печали. Да не лезьте вы ко мне, гали-вали. Я Марусь, ко мне вдвойне по печали. Я хороший, я пригодший и не пьюший даже. Это правда, это правда, вся деревня скажет. Я женюсь на убитых и в огне уложен. Это правда, это правда, вся деревня скажет. Это правда, это правда, вся деревня скажет. Я хороший, я пригодший и не пьюший даже. Это правда, это правда, вся деревня скажет. Я женюсь на убитых и в огне уложен. Это правда, это правда, вся деревня скажет. Это правда, это правда, вся деревня скажет. Я, родственники мои, две лапули. На свидание не пришли, обманули. Так не летайте надо мной, гули-гули. Над больной головой словно пули.